Стой! Опасно для жизни! Работа вблизи линии электропередачи требует особой внимательности. На это указывают несчастные случаи. Осенью прошлого года печальная статистика пополнилась четырьмя трагедиями. Нарушения были зафиксированы в Гомеле, а также в Шумилинском, Барановичском и Несвежском районах. Под удар электросетей попали водители грузовых автомобилей. Буквально во всех случаях один и тот же сценарий. Специалист выгружает содержимое полуприцепа, после начинает движение с неопущенным кузовом, задевает нижний провод и обрывает его. Затем водитель выходит из автомобиля и решает отогнать большой груз на безопасное расстояние, садится в кабину и получает удар. Водители, управляющие автотранспортной техникой и механизмами в работе в охранной зоне линии электропередачи должны пройти инструктаж. Необходимо помнить, соблюдая требования электробезопасности, вы сохраните жизнь и здоровье себе. Чем выше напряжение, тем больше ширина охранной зоны и допустимое расстояние до тока ведущих частей. На такие участки составлен список запрещенных действий и есть условия для работы. Весна, как известно, пора пассивных работ, которые зачастую проходят вблизи ЛЭП, потому аграриям тоже стоит быть начеку. Охранная зона – это земельный участок и воздушное пространство под линией электропередач. Мы находимся под линией 35 кВт под станцией Мирадина, под станцией Соломенко. Охранная зона данной линии составляет 15 метров, а допустимое расстояние до тока ведущих частей, находящихся под напряжением, от машин и механизмов – 1 метр. Как правило, в Беларуси за год происходит около 10 несчастных случаев от поражения электротоком. Цифра внушительная, если учитывать, сколько страдают простых обывателей из-за разрыва линии электропередачи. А всему виной перенебрежение правилами, спешка и невнимательность водителей. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруск, 360.